Приветствую вас. Вообще, ситуация достаточно нормальная, потому что, ну, действительно, ребенок в таком возрасте, да, он, в общем-то, находится в соответствующей физиологической форме, в соответствующей фазе своего развития, когда начинают гормоны вырабатываться, вот, и проявляются первые, так сказать, признаки сексуального влечения, вот. И на первых порах это, как правило, абсолютно без цели, да, то есть это может быть что угодно, да, журналы, девочки, там, какие-то картинки, там даже иногда родители бывают, вот. Если, ну, соответствующая история возникает. Так вот, здесь у вас вся сложность в чём? В том, что за счёт того, что у вас нет мужа, Ваш сын Чувствует себя С одной стороны Более Близким К вам Вот С другой стороны Человек Не имеет никакого, судя по всему, мужского образа поведения, то есть мужской модели, вот, а мужского такого ориентира в поведении, у человека нет. А, вот, и, соответственно, всё это вместе, а, а, провоцировало данную ситуацию. А, вот, по сути, по сути. А, вам, а, нужно сделать следующее. Значит, с одной, с одной, а, стороны А, срочно привлечь А, мужчину Ва, вашу Семью, да? То есть, срочно, ну, срочно, ну, срочно привлечь взрослого мужчину в вашу семью, чтобы он, чтобы именно он объяснил и поговорил с вашим ребёнком, с вашим сыном, потому что такие темы лучше всего обсуждать. Ребёнку с взрослым человеком своего пола, дабы не было неловких историй. Вот. Вам Нужно Меньше Относиться К сыну Как к мужчине Что вы, вероятно, делаете То есть, у вас переизбыток Женского Женского Поведения Силы того, что А, А, Нет мышины Ну, у вас нет мышины Возможно Я так думал Что А, Возможно Дело, дело в этом Меньше А, И, И, Вместе с тем, Вместе с тем, Очень желательно, чтобы, чтобы вы тоже нашли себе мужчин, то есть, чтобы у вас тоже был мужчин, потому что вы, значит, судя по всему, да, достаточно активная женщина, молодая, здоровая, сильная, вам, соответственно, нужно мужское внимание. Если у вас этого нет, то, вот, отсюда возникает неловкость, потому что, ну, знаете, голодные люди, они всегда чувствуют неловкость, когда вещь заходит про еду, особенно, если запрет. То есть, ваша неуверенность, когда ваш ребенок заводит разговор о сексе, она понятна. С одной стороны, это не девочка, и девочке вам было бы проще, девочке вам было бы легче объяснить, потому что вы тоже, как бы, женщина. С одной стороны, это мальчик, к которому вам, может быть, сложно, неловко объяснить, может, вы не знаете, как, и это правильно, вот. С другой стороны, нет мужчины у вас, нет мужчины у него. Вот эти, это вот основные аспекты, которые вам нужно подкорректировать. Вот. Я не согласен, не совсем согласен с тем, что написали мои коллеги, да, по поводу того, что вам нужно менять имидж, вам нужно менять свой стиль, ну, просто потому что это мало на что влияет. Вот, на мой взгляд, то есть, конечно, влияет, но без вот этих изменений, да, без вот этих вот изменений, которые вы, по моему мнению, должны сделать, да, или произвести, без этих изменений, все остальное, это не имеет никакого значения просто. Вот. Вот, в принципе, так мне, думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, что я поддержу? Да, вот, что я поддержу? Поддержу я идею коллеги в том, да, что вам бы надо быть несколько более решительным. В том смысле, да, что, ну, вот видите, что у сына начинается булавое подозревание, да, и явно, как бы, начинается соответствующее желание. Вот. Помогите ему найти адекватный способ, как это сделать, как взрослый человек. Помогите ему адекватный способ выразить свое желание, как взрослый человек. Подумайте, как это можно сделать. Сами я не хотел бы вам здесь, как бы, предлагать какие-то варианты. Но если у сына это началось, то лучшее, что вы можете сделать как родитель, это направить его. Если не направлять, то его, то объектом его желания можете стать свой. Вот. Вот. Вот и все. Это то, что вам можно сказать. Да, потребуется определенная решительность. Да, лучшее следовое, что будет делать мужчина. Но нельзя не рассматривать и, значит, ну, нельзя не рассматривать и худший вариант, когда мужчины вообще нет. Но адекватно будет, если вы сами наладите свою личную жизнь. Вот. Своё отношение к сексу тоже, может быть, нужно скорректировать несколько, чтобы, если у вас есть какая-то неловкость при разговорах на эту тему, то чтобы её не было. Ну вот. Понимаете? То есть, вот, в принципе, что-то вам можно сказать. Неловкость ситуации возникла только для вас. Да, то есть, для вашего сына никакой неловкости не было. Потому что это его, его нормальное, это его нормальное проявление. И то, что он с вами об этом говорит, это хорошо. Да, то есть, это в большей степени хорошо, чем нехорошо. Хуже, хуже было бы, если бы он вам не говорил об этом. Вот. Поэтому, поэтому ни в коем случае нельзя, скажем так, подавлять его желание. Ни в коем случае нельзя подавлять его откровенность, он вам доверяет, это здорово. Вот. Просто это доверие нужно направить в соответствующую русло. И нужно, чтобы у вас были ресурсы. Чтобы у вас были ресурсы для этого. Потому что если ресурсов не будет, то будет достаточно проблематично. Вот. Вот так. Конечно, в некоторой степени, да, не очень обнадеживает то, что вы пишете по поводу того, что это вообще нормально. То есть, вот это вот не очень обнадеживает, потому что если, ну, если вы сами свободно обладаете, например, гибким мышлением, да, и широкими взглядами, то вы понимаете, что это нормально. А если нет, то уже важный вопрос, что вы, что вы будете с этим делать. То есть, как бы, что вы готовы, ну, что вы готовы с этим делать. Считаете ли вы проблемой? То, что, то, что для вас это ненормально. Или то, что вы сомневаетесь в этом. Или то, что вы испытываете неловкость. Ведь вы, родитель, самый близкий человек для своего ребенка. Кто еще его направит, кроме вас? Нет, ну, могут, конечно. Но, что из этого будет? Что из этого получится? Вот. Так что, я рекомендую вам на эту тему обратить самое пристальное внимание. Вот. Страшного, трагичного ничего, ничего в этом не вижу, в том, что у вас произошло. Вот. Вот. Да, конечно, лучше, если бы этой ситуации не было. Но. Раз произошло, что поделать? Вот. Теперь главное вести себя адекватно. И главное вот обратить внимание на те аспекты, которые я выделил. Потому что без них, без них, без них ситуация будет достаточно усугубляться. Дальше. Ситуация будет усугубляться. Дальнейше. Вот. Может усугубиться, точнее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделает его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.